У Екатерины годовых самая ответственная миссия. Ее стихи первые аккортовали монахи оркестре молодых авторов. Позже во время своего выступления Андрей Саров отметит, никто из авторов не сфальшивил. Сыграли в сборнике созвучно. Подобный сборник молодых авторов выпускается в Анапе вообще впервые в истории. И выпуск сборника стал возможен только благодаря материальной помощи городской власти города Анапа во главе с мэром Сергеем Павловичем. И спонсора, меценавта Сергея Сергеевича Сонина, которым авторы «Авангарта» выражают большую признательность и, конечно же, благодарность. Также мы искренне благодарим Управлению культуры в лице Мельниковой Марины Борисовны и, конечно же, директора Центра культуры Родина Березенко Наталью Валентинову за постоянную поддержку творческой деятельности «Авангарта». Первого выпуска ждали. В прошлом году молодые прозаики и поэты Анапы уже собирались в одном издании «Тет-а-тет» со вселенной. Тогда сборник вышел в виртуальном пространстве. В этом году вполне осязаемый, с книжным запахом и типографской краски. Страницы альманаха украсили иллюстрации Ильи Копанева, рисунки гелевой ручкой, логотип работы Ильи годовых. Молодые авторы поблагодарили сотрудников библиотеки за возможность творить и собираться вместе в литературном порыве. Ребята, я вас поздравляю от всей души, от всего сердца, от имени всего нашего коллектива. Многие из вас впервые увидели свои строки, рожденные душой, сердцем, вашими эмоциями, вашими переживаниями, вы увидели их напечатанными на листе бумаги. Отрывки своих произведений прочитали Татьяна Якимова и Ирина Иваськова. Ее коллеги называют очень сильным автором. В ее истории понятна и близкая любовь, отношения и чувства, и одиночество. Мария Казаковцева призналась, пишет от переизбытка чувств. Красочно о «Шапито-мире» рассказал Сергей Левин. «Шапито! Наверное, выходит никто. Звать не так и с посудностей ноль». Это в презентации и нам, до начала мероприятия, о том, что поймет его читатель. Мне всегда нравились жанровые формы, и в данном сборнике представлены именно жанровые вещи. Это триллер «Убить клоуна», небольшой рассказ, и несколько стихов, одно из которых я сегодня прочитаю, называется «Шапито-шоу». Это тоже такая аллегория на тему того, что вся наша жизнь – это большой-большой цирк, и чтобы выйти из него победителем, иногда надо преодолеть себя, переступить через свое «я». Принцип этого сборника состоит в том, что здесь премьерные вещи. Некоторые авторы вообще впервые в жизни публикуются. Для них это большой дебют на собственном издании, это большая радость для авторов. Ну и, соответственно, я старался тоже сделать вещи, которые еще нигде не выходили. Поэзию нотной грамоты представили музыканты, преподаватели и учащиеся. Начали вечер романцам «Я встретил вас». Трио гитаристов из станицы Анапска исполнили балладу рок-группы «Металлика». Такие разные авторы, но все-таки объединены общим чувством. Чувством прекрасного. А теперь еще одним, первым томом сборника «Осязаемая реальность». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!